Приветствую вас, давайте разберём вопрос, который вы задаёте. Мне 34 года, родился и живу в посёлке. Испытывал буллинг в школе, сейчас испытываю буллинг на работе. 25 лет заметил у себя симптомы ПТСР. Минут через 10 после оскорбления, как будто отключается в сознании, я представляю себе, как чуть ли не избиваю обидчика. При этом возникает непроизвольное движение рук. ИНОК сильное сердцебиение. На оскорбление с детства ещё ни разу не ответил, чем это может быть чревато в будущем, и можно ли как-то сдерживать эти симптомы. Я думаю, что коллеги, и в том числе я, будем совершенно едины, абсолютно едины в своих мыслях по этому поводу, по поводу того, что вы описываете. Начать я хочу, наверное, с главного, с того, что сдерживать свои эмоции, свои чувства, весьма-весьма вредно, для вашей психики, скажем так. Вот, если вы, ну, если вы будете это делать, то, на мой взгляд, ситуация будет сгубляться ещё больше, она будет становиться хуже, вам будет становиться хуже, и ситуация может дойти до трагических действий, которые, в общем-то, ни к чему хорошему, как понятно, не приведут. Поэтому, я думаю, что необходимо работать с травмой вашей, во-первых. Я думаю, что необходимо работать с вашим состоянием, и я думаю, что необходимо учить вас выражать вот свои, ну, скажем так, свои чувства, да, вот, свою, ну, агрессию необходимо учиться выражать, вот. Да, мы же, да. Сейчас вы ничего такого не делаете, вот, вы говорите о том, что ни на одно оскорбление вы не ответили, с детства, получается. Вот, это не может на вас не сказываться. Не может не сказываться на вашем поведении, и не может не сказываться на вашем психическом здоровье, вот. Согрессии необходима работа. Вот. Поэтому, вопрос, касающийся сдерживания симптомов, симптомов, о которых вы говорите, я этот вопрос считаю некорректным, вот, потому что, ну, на мой взгляд, он несёт, вам несёт столько негатив, вот. Совершенно не обязательно, там, драку ввязываться, да, совершенно, совершенно не обязательно, там, оскорблять в ответ, особенно, если вы не хотите этого делать, вот, вас никто не представляет, но выражать агрессию, агрессию необходимо учиться, вот. Это, совершенно необходимо. У вас оно сильно побавлено, без здоровой агрессии, соответственно, вот, приходит, собственно, буллинг, то есть, нужно понимать, что буллингу подвергаются люди, не случайно, вот, буллингу подвергаются люди определённого типа, которых, которых хотят булли, то есть, хочется человека унижать, хочется человека оскорблять, хочется человека как-то, ну, прессинговаться, да, вот. Причина того, что такие импульсы появляются, да, вот, ну, происходят такие импульсы, совершенно не случайны, и связано это, вот, в первую очередь, с теми, что человек, как бы, вот, сдерживая свою агрессию, он передаёт её, как бы, он как бы передаёт её другим, и они, вот, не осознавая этого, отдают ему то, что он сам чувствует. Вот, соответственно, если вы научитесь выражать свою злость, свою агрессию, да, вот, если научитесь выражать и управлять её, вот, то я более чем уверен, что у вас всё будет в порядке, всё нормализуется и будет прекратиться. Вот, сейчас же ваше сообщение очень сильно похоже на то, что вы чувствуете некоторый дискомфорт того, что происходит, и говорите, вот, как мне продолжать вот в этом дискомфорте находиться. Вот, ну, если у вас есть подозрение на ПТСР, лучше обратиться к врачу-психиатру, либо к клиническому психологу, вот, и обязательно психотерапия вам необходима. Вот, есть причины, я повторюсь, по которым вы никогда не отвечаете на оскорбление. Это не означает, что вам нужно оскорблять в ответ ни в коем случае, но есть причины. На этом всё, я надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу, удачи вам обращайтесь, всего доброго. Спасибо. Спасибо. Спасибо.